Площадкой для всероссийского тестирования по истории Отечества в Сочи стал Центр развития волонтерства. Сюда пришли школьники, студенты и волонтеры разного возраста. Мы посмотрели правила участия в данной акции. Действительно, здесь нет ни подсказок, ни шпаргалок. Именно и объясняли волонтерам, что не нужно, может быть, даже готовиться. Нужно именно сделать такой срез, каково же на сегодня население нашей страны знает настоящую историю нашего государства. Старт всероссийскому тестированию на всех площадках, а их в 80 регионах страны оборудовали 1200, был дан ровно в 11 утра. Когда произошла Куликовская битва, какой российский медик впервые в полевых условиях применил медицинскую анестезию и кто написал картину «Последний день Помпеи». За 45 минут нужно было ответить на 40 вопросов, которые охватывали период с 882 года и по настоящее время. Тест можно было пройти и онлайн. Этой возможностью воспользовались 22,5 тысяч человек по всей стране. Тест, не то что трудный, такие вопросы с подвохом. Это очень полезный тест. Нужно знать уровень нашей подготовки и уровень нашего образования. Мы проверили свои знания истории России и вообще Советского Союза. Ну это можно сказать уроком. То, что не знали, конечно, придется прийти, погуглить, поискать. Люди, которые не знают своей истории, у них нет достойного будущего. Мы все хотим, чтобы наша Великая Россия и Святая Русь были действительно великим государством. Организатором тестирования выступила Общественная молодежная палата при Госдуме страны. Идею активно поддержал и Совет молодых депутатов Краснодарского края. Владимир Тарасян, депутат городского собрания Сочи, отметил, проведение таких тестов крайне важно в современном мире, когда многие пытаются переписать историю. Акция проходит в рамках кампании. Называется она «Люблю Россию каждый день». Для того, чтобы любить нашу страну, не нужно искать каких-то поводов. У нас очень богатая история, очень разнообразная и большая история. Об этом, может быть, кто-то мог позабыть. Эта акция, благодаря тестированию, молодежь придет и где-то, может, даже после прохождения теста, заинтересуется, вновь перелеснет книги по истории. Всероссийский тест по истории Отечества в России провели впервые. Кстати, чуть раньше прошел подобный тест по географии. Писали жители страны и всероссийский диктант. Что касается результатов, каков уровень знаний россиян истории родной страны, станет известно до конца года. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». У них будет результатов.